Предметная Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умение применять их в ситуациях, требующих творческого мышления. 27 сентября в стенах гимназии номер 2 прошел муниципальный квест «Олимпиадный праздник». Хасаверт был обозначен центром северной зоны по проведению муниципального этапа школьной Олимпиады с целью не только выявить одаренных детей, но и показать представителям образования районов Дагестана, как проводят подобные научные состязания, что послужит перенятием опыта. В нашем мероприятии, в нашей праздничной викторине по пяти направлениям вы отправитесь в увлекательное путешествие, проверите свои знания и умения и, конечно же, постарайтесь достичь высоких результатов. Интеллектуальный праздник условно был разделен на две части. Первая включала в себя церемонию торжественного открытия, куда были приглашены служащие администрации, представители управления образования Северной зоны республики. Из числа почетных гостей первым словом было предоставлено заместителю главы администрации, курирующей вопросы образования Тагиру Гаджиеву. Город Хасавюрт, это очень такой, знаете, скажем так, занимает ведущие позиции не только, наверное, и в социальной сфере, в здравоохранении, в культуре, в спорте, но и ведущие места в Тагестане занимает в образовании. Город Хасавюрт. Девять лет подряд мы занимаем первое место. Образование ассоциируется с словом «новое». Новое. Это новые современные школы, новые учебные оборудования, новые, наверное, инновационные вот эти вот социальные программы. Кроме того, торжественная часть была посвящена еще одному значимому событию. 27 сентября ознаменован в календаре праздников, как День воспитателя и всех дошкольных работников. Руслан Ибрагимов поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив значимость вносимого вклада воспитателя в становлении личности детей. Дошкольные педагоги были награждены почетными грамотами от имени главы муниципалитета за профессионализм и добросовестный труд. По завершению официальной части до начала решения задания, участникам и гостям был продемонстрирован вводный показательный урок по каждому предмету. Как обозначил Руслан Мавланович, основной упор направлен на работу с одаренными детьми. Такие интеллектуальные мероприятия для учеников служат определенным стимулом. Для чего это делается? Для того, чтобы наши дети и все остальные тоже видели, что работа с одаренными детьми – это одно из основных направлений повышения качества знаний наших детей. На что обращается самое серьезное внимание управлением образованием, главой города нашего и всеми директорами, учителями – самое большое внимание уделено этому вопросу. В олимпиадный квест вошли пять предметов – математика, биология, физика, история, химия. Каждый из них содержал 10 тестовых заданий для решения. Данный этап позволит отобрать наиболее сильных, которые в дальнейшем смогут попробовать свои знания на республиканском уровне. По словам одного из участников, олимпиада позволяет не только проверить свои знания и возможности, но и помогает саморазвитию. Олимпиада – это очень важная часть школьного обучения. Она помогает тем, кто считает, что их знания чуть выше, чем у остальных, выделиться, проявить себя на уровне уже не только школ, но и на уровне республики, можно сказать, возможно, всей России. Это очень полезная вещь. Прибывшим гостям была наглядно продемонстрирована каждая образовательная площадка. Основная цель визита представителей образования городов и районов Северной зоны – это прежде всего обмен опытом. По мнению начальника отдела образования Ногайского района Кайтерхана Тигеновой, о высоких показателях Хасавюрта в образовательной системе была наслышана. Приняв участие в мероприятии, осталось очень довольно увиденным. В городе Хасавюрт с такой миссией мы приехали первый раз. Я очень давно знаю Руслана Мавлановича, и на совещании, когда мы с ним встречаемся, мы всегда слышим о том, что именно работа с одаренными детьми, именно работа по Олимпиадам в городе Хасавюрте поставлена на должный уровень. Я думаю, видя своих сверстников, которые очень много знают, которые достигли таких... И этот выпускник, ученик, участник Олимпиады, он тоже будет стараться. Кульминационной частью стала церемония награждения победителей у участников, занявшие призовые места. Как пояснили организаторы, из числа победителей данного этапа будет сформирована команда, которая представит Хасавюрт на ежегодной школьной Олимпиаде Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа». Бика Сулейманова, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».